Польша планирует передать Украине еще 10 танков Leopard 2 через несколько недель после завершения обучения в Польше украинских танковых экипажей. В ближайшее время в Украину также поступят 60 танков Т-72 и ПТ-91. С вами Внехта, все самое важное и интересное на этот час. 14 первых ударов армии России обеспокоены атаками на Мариуполь. Россия, вероятно, будет обеспокоена тем, что необъяснимые взрывы происходят в зоне, которую она ранее оценивала как недоступную для обычных ударных возможностей Украины. Особо ценный российский самолет «Радар» поврежден партизанами на военном аэродроме в Мачу, Лещах, Лукашенко в панике собрал карателей на совещание и информацию об инциденте. Умалчивает. Именно с помощью его отдавали целеуказания и проводилась разведка. Как минимум 16 тысяч украинских детей незаконно вывезли в Россию. Их учат ходить в строем и любить Путина. Польша и ЕС собираются расследовать. Есть вот этот некий какой-то негатив, да, может быть в начале, но потом он преобразуется в любовь к России. Эти и другие новости расскажем через несколько секунд, а пока проверьте, подписаны ли вы на ресурсы «Нехтар». Нам очень важна ваша поддержка. А также хочу рассказать вам о важной новости. Мы расширяемся, проектов становится больше, поэтому мы ищем нашу молодую и дружную команду «Гения монтажа». Если вы отличаете Шольца от Макрона, способны смонтировать передачи или фильмы для нашего Ютуба оперативно и с долей юмора, тогда вам к нам. Офис в Варшаве, поэтому обратите на это внимание. Все подробности в нашем телеграм-канале, а также в описании к этому видео. Ну а мы вырываемся в новости. За прошлую неделю в СУ нанесли 14 ударов по военным объектам ВСРФ в оккупированном Мариуполе. Британская разведка посвятила свежий отчет недавним взрывам в городе. Бавовна прозвучала на складе боеприпасов в районе аэродрома, на двух топливных базах, а также на военной базе на территории Сталилитийного завода. Это является большой проблемой россиян, поскольку они считали, что город недосягаем для ракет ВСУ. Помимо этого, он является и крупным логистическим центром. Россия, вероятно, будет обеспокоена тем, что необъяснимые взрывы происходят в зоне, которую она ранее оценивала как недоступную для обычных ударных возможностей Украины. Несмотря на то, что Мариуполь был сильно разрушен в начале войны, он важен для России, потому что это крупнейший город, захваченный Россией в 2022 году, который она до сих пор контролирует и находится на ключевом логистическом маршруте. Россия пытается изменить тактику ракетных обстрелов. Об этом в интервью РБК «Украина» рассказала представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк. По данным ГУР, у России осталось менее 100 высокоточных крылатых ракет, которые она чаще всего использует при обстрелах Украины. Это калибр Х-101, Х-555. Однако объемы производства этих ракет не успевают до той динамики, с которой Россия тратила их до середины февраля, считают в разведке. Ракет в России еще тысячи, но они используют их гораздо больше, чем производят. За месяц они могут изготовить не более 30-40 ракет. Те старые ракеты, которые есть у них на вооружении, либо не долетают из-за неисправности, либо имеют ограниченный радиус поражения. Российская армия не отказалась от идеи уничтожить энергосистему Украины. Вместе с энергетикой враг хочет уничтожить и топливно-энергетический сектор, чтобы остановить поставки нефтепродуктов. Конфликт с Россией может затянуться для НАТО и Германии на десятилетия. Такое мнение высказал глава Союза военнослужащих Бундесвера Андреа Вюстнер в интервью газете Bild. Он назвал наивными тех, кто считает, что конфликт исчерпает себя в этом году. В оценках сроков Вюстнер крайне пессимистичен. Путин пока не отступит от своих военных целей. Он будет продолжать попытки дестабилизировать Европу. На внутриполитическом направлении он готовит российское население к долгосрочному системному конфликту с Западом. Мы переживаем десятилетия войны в Европе. НАТО и Германия должны стратегически настроиться на десятилетия угроз. Диверсия на военном аэродроме под Минском в Мочулищах. Аэродромы атаковали российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Подтверждения инцидента на аэродроме появлялись в белорусских телеграм-каналах, а также в телеграм-аккаунтах так называемых российских военкоров. Однако Синепалый, который явно нервничал, срочно собрал у себя главных карателей. И, несмотря на его предыдущее обещание мгновенного ответа за атаку на аэродромы, мямлил что-то запутанное и невнятное. Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования. Они используют любые случаи для того, чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси. И они будут это делать. Я прошу вас и требую от вас выполнить эти установки. Все остальное за мной. Тем временем правозащитники Весны сообщают, в Фаниполе городе рядом с аэродромом проходят массовые задержания. Силовики разыскивают мужчину за некое особо тяжкое преступление. Но не уточняют за что именно. А Радио Свободы пишет, что на границе значительно усилили контроль. Песков же не стал комментировать сообщения об атаке на военный аэродром, так как якобы Минск опроверг эту информацию. Хотя Лукашенко ничего такого не говорил. Прокомментировал инцидент с самолетами украинская сторона. Там считают, эту потерю можно сравнить с потерей флагмана Черноморского флота РФ крейсера Москва. Поврежденный самолет занимался разведкой украинской территории и помогал наводить ракеты стоимость одного такого 330 миллионов долларов. На военном аэродроме Мачурище был весьма весомым. Дело в том, что именно с помощью его отдавались целеуказания и проводилась разведка местности на территории нашей страны на предмет установления радарных установок, пусковых установок системы противовоздушной обороны Украины. Теперь россиянам следует достаточно жесткие сроки переместить на аэродром Мачурище новый самолет такого же типа. У россиян их немного. Самолетов класса А-50 с индексом всего на всю Российскую Федерацию приходится то ли 6, то ли 7 единиц. Соответственно, где-то придется им оголять свои рубежи и позиции. Ну а что касаемо деятельности украинских, вернее, белорусских партизан, если там фактор присутствия украинских сил обороны, я пока не готов говорить. Открытая источник информации об этом пока не сообщается. Но, тем не менее, техника уничтожена. Российская авиация, действующая с территории военных аэродромов Республики Беларусь, в определенной степени получила серьезные потери в плане разведки и доразведки местности. Это хорошая новость. В Беларуси гособвинитель запросил против оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушка под 19 лет колонии, Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дыльевскому под 12 лет. Об этом сообщают правозащитники Весны. Дело лукашисты вновь рассматривают заочно, так как обвиняемые находятся за пределами Беларуси. Тихановскую и Латушка обвиняют в заговоре с целью захвата власти, руководстве экстремистским формированием, призыве к санкциям и по многим другим статьям. В новопринятом 10-м пакете санкций ЕС давит на посредников, которые помогают России. Таким образом, под удар попадают те, кто помогает Российской Федерации обходить ограничения. Это касается Эмиратов, Грузии, Казахстана, через которые Кремль проводит сделки. Об этом телеканал Freedom заявил управляющий партнер Украинской национальной антикризисной группы Тарас Загородний. Выпиливание финансовой системы России продолжается, несмотря на ее запас прочности. Запад это переломит, уверен Загородний. Основные санкции, которые были введены, а это речь идет в первую очередь против нефтегазового сектора Российской Федерации, который давал и дает порядка 60% бюджета Российской Федерации, они уже введены и уже имплементированы. То есть Россия уже ощущает большое давление на себя. Хотя у них уже дефицит бюджета впервые, кстати, чуть ли не за 20 лет фактически. Начинается уже, начиная с января этого года, достаточно ощутимый. Вот в этом пакете санкций, что самое главное, это начало давления на посредников, которые пытаются дать возможность Российской Федерации обойти санкции. Параллельно еще вне этих санкций идет отдельная работа с отдельными странами, которые предоставляют возможность России обходить санкции. Там предупредили уже Турцию, предупреждают уже Объединенные Арабские Эмираты о том, что будет давление на инфинансовую систему. То же самое касается Грузии, Казахстана и других стран, через которые Россия пытается обойти санкции. Польша собирается запустить инициативу по поиску украинских детей, насильно вывезенных в Россию. Как пояснил замминистра иностранных дел Польши Шиман Шенковский, ее цель – привлечь внимание мира к этой проблеме благодаря очень высокому политическому уровню инициативы. Таким образом, будут собирать доказательства похищения и разрабатывать механизм, который будет способствовать возвращению малышей на родину и родителям. По меньшей мере, таких около 16 тысяч украденных в Россию. Накануне телеканал «Дождь» показал репортажи о таких несовершеннолетних. У многих из них есть родители. Украденных в России украинцев учат любить Путина и воспитывают в духе войны. Вот что несет якобы детская правозащитница России Мария Львова-Белова. И я на глазах вижу, как эта интеграция начала происходить. Да, есть вот этот некий какой-то негатив, да, может быть, в начале, но потом он преобразуется в любовь к России. Львова-Белова без стеснения признает – одна из главных задач – перевоспитание. При определенных условиях и сопровождении этой работы возможно сделать так, чтобы все поддерживали, собственно, нашу сильную страну. На этом ставлю точку. Напоминаю, что лайки и комментарии очень приветствуются. Поддержать нашу работу можно по ссылкам в описании. У нас есть Патреон. Или нажимайте на кнопку «Суперспасибо», чтобы поддержать работу нашей редакции. Мы существуем исключительно за счет ваших пожертвований. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живи Беларусь! Субтитры создавал DimaTorzok